Здравствуйте, дорогие друзья. Новая неделя, новый день. Хэсет в воде. 29-й день Амеры – это важнейшая веха на нашем пути. Путь начался на следующий день после Пейсаха. И сегодня перед нами уже Пейсах Шини, маленький Пейсах, второй Пейсах, точнее. В Пейсах Шини раскрываются возможности преодолеть ограничения времени, исправить прошлое силой каких-то заповедей, силой своего настроя. Итак, наше признание величия Всевышнего проявляется прежде всего в понимании своих недостатков и желании их исправить. Вот в сегодняшний день в Хэсет в воде, это первое проявление благодарности и раскаяния должно заключаться в чем? Во втором Пейсахе. Это уникальный шагей. Представьте себе, люди, которые не могли по причинам своей нечистоты, они несли гроб Йосифа, принести жертву Пейсахам. Они знают, что написано уже, что в следующий день нельзя. И они идут к Машар-эбэину и говорят, мы хотим. Он говорит, так нельзя. А он говорит, мы хотим, потому что мы чувствуем, в чем мы виноваты. И Бог меняет для них Тору. День 14-го Яра называется вторым Пейсахом. Ибо в этот день, во времена, когда существовал Иерусалимский храм, я подробнее пытаюсь объяснить это, приносили пасхальную жертву. Итак, во времена храма это был радостный день. И сегодня он остается очень радостным день. В этот день не читают Аханут, это вообще веселый день. Существует обычай, в этот день есть мацу, оставшийся от Пейсаха и так далее. Но хлеб не запрещен. Итак, вот эти люди, которые не смогли принести Пейсах, они сказали интересные слова. Лама не гора. Чем мы хуже остальных? Чем мы хуже остальных? Эти слова сказали те, которые не успели принести жертву. Каждый из нас может сказать слова. Лама не гора. Да, я не успел вчера. Да, я родился, может быть, не в самой религиозной семье. Да, я, может быть, не знал о Боге какой-то. Но чем мы хуже? Сегодня мы совершенно не хуже. Пришли эти праведные евреи к Машер-Абейну и сказали ему это. Почему мы должны пострадать от исполнения заповедей? Ведь заповедь была хоронить мертвого или нести его. И Ашем ответил своему пророку, не будут наказаны праведники. Наоборот. И в этот день что случилось? Спустилась с неба новая сила. И мы получили новый праздник, новый день. Да, в этот день можно есть квасное. Но есть заповеди, есть мацу и мясо пасхального барашка. Вот все это мы можем делать. Каждый день мы ждем наступления праздника Пейсах. Каждый год надеемся, что вернется храм, что мы сможем принести карбан, свою жертву. Ну вот прошел Пейсах. Но мы не теряем надежду. Может сегодня в Пейсах Шини спустится этот храм на землю. И мы еще успеем принести карбан и впустить от мяса пасхального барашка в Пейсах Шини. Лама не город, чем мы хуже? Сказал Любавический Ребе. Сказал про Пейсах Шини. И смысл его в том, что нет ничего непоправимого. Все можно исправить. Даже точно с точки зрения Торы, основы мира, непоправимая потеряна. Так произошло. Потому что это раскаяние. Через раскаяние можно достигнуть всего. Раскаяние не укладывается в обычный порядок, установленный в сотворенном мире. Теперь мы можем ответить вопрос еще один. Да, Всевышний сам не отдал повеление о втором Пейсахе. Потому что согласно порядку, устанавливаемому им его Торой, жертвоприношение приносят 14-го Ниссана. А не 14-го Ияра. В этом мудрость Торы и Машарабейну, сыны Израиля, пришли сказать, а почему нет? Почему? И пришел ответ от Бога. Второй раз в Пейсах попробуйте. И вот что важно. Новое указание, для которого раньше в Торе не было места, спустилось в Тору и стало ее неотъемлемой частью благодаря действиям людей. То есть, когда говорят, что такое человек, ничего себе человек. Вот смотрите, человек повлиял на Бога и на Тору. Это же вообще уникально. В этом проявляется могущество и сила Творца. Он слышит нас, видит нас и реагирует на наши действия. Из загона, известного как Пейсах Шини, можно извлечь много важных уроков. Никогда не бывает поздно, я уже сказал, что в жизни каждого всегда есть второй шанс. Иногда Бог, желая убедиться, действительно мы хотим что-то достаточно сильно, ждет, что мы попросили, потребовали это. И только после этого дает нам. Сейчас я скажу два слова из урока бывшего покойного раввина Мардыхая Шаковицкого и Ханесбурга. Он сказал, что поступок этих людей во времена Машара Бейну исключительно вдохновляет. Ведь в действительности они не были обязаны приходить и просить его о втором шансе. В конце концов у них было идеальное алиби. Они могли сказать, извините, мы заняты другим. Всего всяких духовных причин они не участвовали в Пейсахе. У них не было оснований чувствовать себя виноватыми. Все законно. И тем не менее это беспокоило их. Люди, которые имели прекрасную возможность быть свободными от обязательств, и при этом сознательно сделали выбор в сторону того, чтобы взять на себя эти обязательства, действительно заслуживают нового праздника. Их отметили в Торе. Мы все специалисты по оправданиям. Слишком холодно, слишком жарко, слишком дорого, слишком сложно. Мы выбираем путь наименьшего сопротивления. Родители, организовывая обучение своего ребенка, говорят, ну там далеко, или бармитство не такое. Может быть спокойный программ, он слишком занят в спортивной школе. Люди, которые собираются пожениться, они всегда ценят красоту, образа жизни, который иудаизм предлагает им в области, так сказать, интимных отношений и других. Мы правда должны в миг уходить, а что это такое и так далее. Разница между успехом и провалом в том, что провал ищет оправдание, а успех ищет пути достижения цели. Давайте не будем искать оправдания, не выбирать легких путей. Давайте учиться у людей, которые в пустыне могли найти целую книгу оправдания и все же с радостью решили исполнить еще одну заповедь. И приняли участие в хорошем деле. И теперь мы с вами имеем песок шини. Брахава Ацлахаев, чтобы мы не искали оправдания и находили хорошие пути. Брахава Ацлахаев.